Целая эпоха сегодня закончилась, потому что завершился знаменитый проект City Home, который олицетворял надежды множества жителей Земли на установление контактов с неземными цивилизациями. Кроме того, сегодня же стало известно, ну, буквально на днях, скажем так, что необъяснимые какие-то вещи происходят на окраинах нашей галактики, потому что вдруг стало очевидно, начался какой-то галактический перекос. Что это значит? Давайте мы спросим у нашего эксперта, доктора физико-математических наук, заведующего отделом вне галактической астрономии Института имени Штернберга МГУ Анатолия Засова. Анатолий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, первое, самое главное, любопытно, что за проект такой, да, вот по поиску инопланетной жизни, и почему же за 20 лет так не удалось ничего найти-то? Ну, вы знаете, никто особенно не рассчитывал. Это все-таки поиски жизни – это вещь, которая может продолжаться десятилетиями, и никто не гарантирует успеха. Просто сам интерес, основной интерес здесь заключается в том, что впервые к работе были привлечены сотни тысяч, по-моему, больше даже двух миллионов любителей, которые могли бы подсоединять свои компьютеры к сети и использовать обработку, участвовать в обработке радиосигналов с американского телескопа «Аресиба». А там, ну, есть какая-то программа, где ставится программа, которая позволяет выделить интересные источники, которые, возможно, не очень хорошо укладываются в обычную схему, и среди них нужно дальше уже искать что-то искусственное. Но за это время, которое прошло, ну, был найден ряд источников сомнительного происхождения, но ни одного случая, который бы четко указывал, что это искусственный сигнал. Ну, по-моему, сейчас закрыли программу, будут дообрабатывать все эти сомнительные источники, а потом, может быть, опять откроют уже с учетом того, что за это время построено новое поколение радиотелескопов. И я хочу для наших слушателей сообщить, что 2,5 миллиона человек участвовали, присоединились за это время к этому проекту. Да-да-да. Происходит с галактикой, и вдруг она начала искривляться, деформироваться, и что это такое? Нет, это вы немножечко сгущаете краски. Ну как же, вот я... Это не я сгущаю, это Nature Astronomy, вот так вот сообщает. Ну, я... Ну, хорошо, я только должен пояснить, чтобы было понятно, о чем идет речь, потому что все-таки тут мы говорим о вещах очень далеких от обычной практики людей. Значит, вот наше Солнце и там несколько сотен миллиардов звезд вокруг образуют вот гигантскую звездную систему галактику, и основное количество звезд там сосредоточено в диске. И Солнце тоже мы с вами живем в диске галактики. Диск галактики имеет какой-то размер там в десятки тысяч световых лет по радиусу там, ну, по некоторым представлениям даже больше ста тысяч световых лет. Вот. Ну вот, уже давно было обнаружено, что края этого диска искривляются в одной стороны, с одной стороны, в одну сторону, с другой противоположной. Ну, как, если представить себе такой толстый резиновый диск, но потом взяли бы с одного конца край немножко приподняли, а противоположный опустили. Вот такая вот необычная форма. Это было известно очень и очень давно, то есть десятилетия назад. Но это было обнаружено по радиозвучению, по радиозвучению нейтрального водорода. А позднее уже, да, уже появились такие соображения, что звездный диск тоже, по-видимому, тоже искривлен вот так вот, ну, как бы знаком интеграла, грубо говоря, когда с одной стороны в одну сторону, а с другой противоположной. Вот. И было предложено два или три возможных вариантов объяснения. И это у каждого из них очень интересен. Ну, как всегда, он, каждый из них может быть, в принципе, проверен. И вот сейчас возникла такая ситуация, когда появились численные данные о скоростях и положениях гигантского количества звезд благодаря работе европейской, западноевропейской космической обсерватории Гайя, которая вот по всему небу и точно определила расстояние и скорости там более чем одного миллиарда звезд. И вот дальше уже люди начинают обрабатывать этот массив, чтобы понять, как отражается ли на звездах, а не только на газе, вот такое вот отклонение плоскости диска с одной стороны в одну сторону, в другую, в другую. И вот то, что вы говорите, это просто очень любопытная работа, которая вышла в печати буквально несколько дней тому назад. О том, что вот удалось четко промоделировать скорости звезд в областях такого загиба и не только подтвердить то, что они там существуют, но померить их скорости вот перпендикулярно диску, то есть вот в вертикальном направлении. И более того, получили они, что вот этот вот изгиб вращается в ту же сторону, что и галактика, но чуть быстрее, чем диск галактики. Анатолий Владимирович, вы нас успокоили. Во-первых. Хоть по поводу галактического перекоса переживать не надо, а то тут тебе и коронавирус, и Идлип, и Тинько, все не слава богу. Вот. Ну что вы, не переживайте. Все, за вселенную мы спокойны. Это очень интересно. Я могу только добавить, чтобы уж как бы быстрее подойти к концу, к развязке, что проверяя предложенные гипотезы, авторы этой статьи, а статья была опубликована там основной, главный автор это Элоиза Поджио, и вот осталась только одна гипотеза из предложенных, это то, что этот изгиб связан с поглощением мелких галактик, вернее, какой-то одной галактики, которая даже указывает, какая она может быть, она еще не совсем растворилась среди звезд нашей галактики. Но такие галактики, как наши, непрерывно поглощают более мелких соседей. Вот, и гравитационное поле этой поглощенной галактики дала вот такой импульс-толчок, то есть исказило траекторию движения звезд так, что получился изгиб, который как волна распространяется по звездному диску. Понятно. Но мы себе, мы, знаете, Анатолий Владимирович, мы, конечно, как смогли сейчас представили, что это такое, мы поняли, что это как-то вот такая лента Мёбиуса, в общем, что-то такое означает. Главное, что это не страшно. Да, что главное, что не страшно, что мы на стульях усидели, нас вот этой гравитационной волной пока еще не сдуло, слава богу. Продолжение следует...